До 1234 официально возросло число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси. Такое число называют власти. Ранее официально сообщали, что погибших 844, в то время как СМИ уже называли число более 1200. «Мы насчитали 1234 погибших». Как сообщается, большинство погибших в небольшом городке Палу, что в полутора тысячах километров северо-восточнее Джакарты. При этом в некоторые отдалённые районы острова Сулавеси спасатели пока не добрались. Поэтому власти опасаются, что число жертв может значительно возрасти. Пострадавших сотни. Под завалами всё ещё находят выживших. Тем временем Красный Крест сообщает, что ситуация просто ужасная. Его сотрудникам удалось попасть в один отрезанный от мира регион с населением в 300 тысяч человек. Он находится севернее Палу и был ближе к эпицентру подземных толчков. Как говорят, положение там очень тяжёлое. Землетрясение было силой 7,5 балла. За ним последовало более 130 авторшоков, а также цунами высотой до 6 метров. Волна двигалась с огромной скоростью. Именно цунами погубило большинство людей. От пляжа Палу не осталось ничего. Волна смыла и находившаяся на нём гостиница, в том числе десятиэтажное здание. В Палу власти пытаются установить порядок. Есть сообщения о случаях мародёрства. На восстановление, по предварительным оценкам, потребуется около 37 миллионов долларов. Боливия, окружённая со всех сторон сушей, не может заставить Чили вести с ней переговоры о предоставлении независимого выхода к Тихому океану. Такой вердикт вынес Международный суд ООН. Боливия со всех сторон окружена сушей. Выход к морю она потеряла во время Второй Тихоокеанской войны в 80-х годах XIX века. Новые границы были закреплены договором 1904 года. Чили заявляет, что не обязана вести переговоры, поскольку, согласно документу, Боливия отказалась в пользу соседа от прибрежных районов, включая провинции, богатые природными ресурсами. На заседании присутствовал президент Боливии Эва Моралес, который входит в латиноамериканский социалистический клуб. Он заявил, что сдаваться не будет. «Я собираюсь лично написать письмо суду со своими возражениями, а также сказать, что решение не является справедливым для Боливии». Между тем адвокаты, представляющие чилийскую сторону, выразили удовлетворение. «Это решение – триумф и подтверждение международного законодательства». Иска защиты права выхода к Тихому океану Боливия подала в Международный суд ООН ещё в 2013 году. Южнокорейские военные начали операцию по разминированию демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею. Об этом в конце сентября договорились глава обеих стран. Военные КНДР должны провести такую же операцию. Первый этап продлится 20 дней. За это время военные той и другой республики разминируют зону совместной охраны в пограничном пункте Пханмунджом. «Это не минное поле, целенаправленно созданное южнокорейскими войсками или армией противника. Но мы предполагаем, что здесь есть много закопанных мин или неразорвавшихся бомб. Их местоположение нигде не указано, поскольку во время Корейской войны здесь шло сражение». Военные также надеются, что во время разминирования смогут найти останки солдат, погибших во время Корейской войны. Она длилась с 1950 по 1953 годы. При этом формально она пока не окончена, поскольку мирный договор так и не подписали. «Здесь находится поисковая команда, поскольку есть вероятность обнаружить останки солдат». Главы двух Корей также договорились вывести войска из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта. Кроме того, обе страны прекратят проводить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полёты. Так они хотят предотвратить военные инциденты. Президент Южной Кореи Мун Джейн и глава КНДР Ким Чен Ын провели встречу 18 и 19 сентября в Пхеньяне. Она стала уже третьей в этом году. На саммите руководители подписали совместное заявление о том, что продолжат ядерное разоружение корейского полуострова и будут продолжать пресекать угрозу войны. Франция заморозила активы иранской разведывательной службы, а также двух граждан страны. Французская полиция подозревает иранское руководство в попытке нападения на оппозиционную группу Ирана, которая базируется в Париже. Как предполагается, 30 июня планировалось совершить взрыв на съезде Иранского Совета национального сопротивления. Это оппозиционная организация в изгнании. На мероприятии присутствовал юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. В ходе расследования был арестован иранский дипломат, а также двое граждан Бельгии иранского происхождения. У них изъяли самодельную взрывчатку и детонатор. Париж уже приостановил назначение нового посла в Иран. Ситуация может привести к серьёзным последствиям для Тегерана. Именно Франция сильнее всего поддерживает ядерную сделку с Ираном, из которой недавно вышли США. Между тем, министр обороны Франции недавно сказала, что иранская ракетная программа – это угроза. «Мы, как и президент Трамп, считаем, что иранская ракетная активность – это угроза. Мы считаем, как и президент Трамп, что иранское влияние в регионе вызывает большую озабоченность. Мы считаем, что этот вопрос должен быть главной темой переговоров с Ираном. Однако не нужно ставить под вопрос соблюдение Ираном соглашения». По словам Флоранс Парли, соглашение не идеально. Но оно имеет право на существование, поскольку сдерживает разработку ядерного оружия. Нобелевскую премию по физике в 2018 году присудили сразу троим учёным из США, Франции и Канады. Имена объявил Нобелевский комитет Шведской Королевской Академии Наук. «Шведская Королевская Академия Наук присуждает Нобелевскую премию по физике 2018 года Артуру Эшкину за оптический пинцет и его применение в биологических системах. Он получит половину награды. Вторую разделят Джерар Муру и Донна Стрикленд, отмеченные за метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов». «Американский физик Артур Эшкин изобрёл оптический пинцет в 1978 году. Этот инструмент позволяет манипулировать микроскопическими объектами с помощью лазерного света. Например, учёный смог взять таким пинцетом живую бактерию и не причинил ей вреда. Сейчас Эшкину 96 лет. Он самый пожилой лауреат Нобелевской премии». Французский учёный Джерар Муру и канадский физик Донна Стрикленд сделали своё изобретение в 1985-м. Они разработали технику усиления черпированных импульсов, которая позволяет значительно увеличить интенсивность генерируемых лазерных импульсов. Технологии успешно применяют в глазной хирургии и в промышленности. «У меня ещё много проектов, очень крупных. Их продвижению, безусловно, поможет то, что я получил Нобелевскую премию. Мы сможем провести исследование взаимодействия лазера и материи при значительном уровне мощности и интенсивности. В миллион раз и до миллиарда раз сильнее, чем обычно». Донна Стрикленд – третья женщина, которая получит Нобелевскую премию по физике. До неё награду присуждали в 1903 году французско-польской учёной Марии Кюри и в 1963 немецкому физику Марии Гёперд Майер. Стрикленд также первая женщина-лауреат Нобелевской премии за последние три года. «Физики получат награду 10 декабря в Стокгольме. Её размер – один миллион долларов США». Из Африки в Китай стали контрабандой ввозить больше слоновой кости. Об этом говорится в отчёте природозащитной организации Save the Elephants. Спасём слонов. Согласно исследованию, объёмы нелегальной торговли возросли, несмотря на то, что в этом году в Китае вступил в силу запрет на официальную продажу этого товара. Китай – крупнейший в мире импортер слоновых бивней. Запрет приветствовали многие защитники природы, надеясь, что он поможет сократить убийство слонов в Африке. Однако в так называемом «золотом треугольнике», где встречаются границы Таиланда, Лаоса и Мьянмы, за последние три года объёмы новой слоновой кости, которую выставляют на продажу, увеличились на 60%. 90% покупателей – китайцы, которые стремятся провести товар на родину контрабандой. «Мы насчитали 5279 слоновых бивней в мьянманском приграничном городке Монгла. По сравнению с 2013-2014 годами их стало больше на 63%. В 2009 году было всего 200 подобных товаров, которые предлагали на продажу в Монгла. То есть рост производства слоновой кости просто огромный». В Мьянме в неволе содержат крупнейшую в мире популяцию слонов для добычи их бивней – около 5000. Однако, согласно исследованию, увеличение объёмов продаж происходит за счёт контрабанды бивней африканских слонов. «Большая часть товара прибывает из Восточной Африки, также из Западной. Благодаря коррупционным схемам слоновую кость вывозят огромными партиями. Это происходит из-за коррупции и требует большого количества взяток и связей». Отчёт представили в Кении. Его писали в соавторстве с известным американским природозащитником Эсмондом Брэдли Мартином. Он десятилетиями расследовал незаконную торговлю слоновыми бивнями и рогами носорогов. В феврале этого года его обнаружили зарезанным в его доме в Найроби. В 2015 году в Кении сожгли 15 тонн изъятой слоновой кости. В 2016 – уже 105 тонн. Десятки мастеров из Грузии, Армении и Азербайджана собрались в Тбилиси на этнофестиваль. Задача ремесленников не только возрождать традиции, но и облачить их в форму, интересную для современных покупателей. Шёлковые платки из Армении. Мимо столь нежной красоты пройти сложно. Дамы не отказывают себе в слабости потрогать каждое изделие. «Если у вас по-настоящему интересный продукт, успех гарантирован. Главное – дать людям то, что им очень надо, а не то, что тебе кажется хорошим. Акцент на том, что люди смогут использовать в повседневной жизни. Просто повторять традиционные каноны недостаточно». А это кожевинных дел мастер из Грузии. Его сумки, кошельки и украшения уже знают и носят покупатели из разных стран мира. «Местный рынок непростой. Для примера, если мы говорим о туристах, важно, чтобы они знали, где купить нашу продукцию. Но мы производим большой ассортимент, и он конкурентоспособен на международном рынке». «Сложности местных художников и предпринимателей мало отличаются от тех, что встречают их коллеги из других стран. Важно рассматривать своё творчество как бизнес, понимать, что нужно не только произвести, но и продать товар. И это непросто». Этнофестиваль проходит в Тбилиси во второй раз. 2 октября – день рождения Махатмы Ганди, знаменитого приверженца мирного сопротивления и борца за независимость Индии. Дату отмечают по всей стране, в том числе в школах. В городе Чинае на юге страны массовое занятие йогой на школьном дворе. «Мы организовали уроки йоги, где школьники выполняли асаны. Мы делаем это, чтобы в душе у учеников был мир и спокойствие. Наши ученики уже собрались на главной дороге – карачер с портретами, даже девочки. Они нарисовали на лицах Ганди. Всё это для того, чтобы привить им ценности Ганди, воспитать в них высокую мораль». А в школе города Раджкот, что на западе Индии, 150 детей сформировали очертания страны. Благодаря Ганди в 1948 году Индия обрела независимость от Великобритании. Ранее это была самая крупная колония английской короны. Настоящее имя Ганди – Махандас Карамчанд. Махатма его прозвали в народе. На хинди это значит «великая душа». «Ганди очень важен для нас, потому что он всегда шёл по пути истины и научил многому. Например, всегда говорить правду и помогать людям». Ко дню рождения Ганди приурочили и Международный день ненасилия. В следующем году дата будет круглой – 150 лет. Рабочий день в обычном офисе Бангкока. Но всё же он примечателен тем, что здесь почти на каждом столе пристроилась собачка. Брать домашних любимцев на работу разрешила владелица учреждения. «Собаки создают непринуждённую атмосферу, помогают восполнить энергию, когда мы устаём. Думаю, домашние питомцы с их простодушием передают людям положительную энергию». Конечно, четвероногие друзья не только мирно отдыхают, но и ворошат бумаги, бегают по офису и залезают в мусорные вёдра. В этом офисе 20 таких непосед. «Иногда собаки меня раздражают. Но благодаря взаимопомощи в офисе всё хорошо. Если кто-то говорит по телефону, а собака лает, то другие забирают её или успокаивают. Бывает беспорядок, но в то же время нас окружает счастье и умиротворение». Владельцы некоторых других учреждений Бангкока позволяют брать в офис собак. И такая тенденция растёт. По мнению руководителей, это позволит привлечь больше новых сотрудников и удержать уже работающих. «Я очень люблю собак, поэтому ходить на работу в такой офис стало ещё приятнее». Научные исследования тоже подтверждают, что присутствие домашних любимцев на работе благоприятно действует на людей. Однако есть и минусы от такого соседства, поскольку некоторые страдают от аллергии на шерсть животных.